Подушка Ксения, наш хит-продаж. Необычную акцию решила устроить сеть мебельных магазинов в набережных Челнах. Присвоить мебели и мина. По городу появились вот такие информационные растяжки, очень напоминающие избирательный бюллетень. Рекламу на грани фола на неделе активно обсуждали в социальных сетях. В магазине для покупателей три эксклюзивных предложения. Совсем недавно буквально приходил мужчина, заинтересовался именно этой моделькой, увидел нашу рекламу, ну и, соответственно, его очень приятно удивило, потому что название Геннадия. Шкаф-купе, который мы предлагаем под именем Вольфович, большой, качественный. Общий позитив покупки вырос. То есть кто-то приезжает конкретно по рекламе и спрашивает конкретные товары. Кто-то приходит, видя материалы в магазине, начинает улыбаться. Интересно еще одно совпадение. Акция заканчивается 18 марта. На вопрос, почему, Антон Трусов отвечает. Так показало маркетинговое исследование. Интересуемся, не просили ли отменить акцию. Говорит, звонок был. Ксению точно снимайте. Я первый, что сказал, говорю, лучше магазин Айгуль, на остановке, который после 11 алкоголем торгует, закрывайте. Рекламщики, маркетологи пытаются использовать вот тот информационный фонд, который формирует избирательные кампании, выборы. Но, как мы видим, даже они промахнулись. Даже для них оказалось неожиданно, что кандидатом от КПРФ выступило новое лицо. Руководитель предвыборного штаба Павла Грудинина в Татарстане рассказывает, на неделе прошло расширенное заседание штаба, встречи с населением. Доверенные лица ездили в Уфу на встречу с кандидатом в президенты. Что касается самой агитации, она идет. Мы распространили здесь около 200 тысяч экземпляров информационного бюллетеня. Сейчас распространяются наклейки на автомобиле. Мало ли кто какие глупости совершает и на это все обращать внимание. Так, на акцию сети мебельных магазинов отреагировали в ЛДПР. Руководитель штаба Владимир Сурчилов отмечает, сейчас ведется работа по подготовке наблюдателей. Человек, который хочет быть и участвовать в качестве наблюдателя в избирательном процессе, должен быть нормальный, несудимый, не состоять на учете в психоэмерологическом диспансере. В начале недели в Москве Владимир Жириновский в информационном агентстве ТАС провел пресс-конференцию. Вновь затронул русский вопрос. Преамбулу Конституции изменить. Мы русский и другие народы. Вместо слова мы многонациональный народ. Какой многонациональный? 200 народов, так сказать. А где русские? Русских нет вообще. Нигде. Местные языки только по желанию. Один государственный язык русский. На местах, пожалуйста. Можете пять изучать. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на этой неделе сдал подписи в ЦИК. В республике собрали более трех тысяч автографов, заявили в штабе кандидатов Казани. Доверенных лиц у Явлинского в Татарстане на данный момент трое. Сейчас мы готовим реестр наших сборщиков с телефонами для отправки благодарности из Москвы. В Казанском штабе Ксении Собчак приступили к поиску волонтеров. Решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки далось мне нелегко. В среду уроженка Казани глава национального родительского комитета Ирина Волынец сняла свою кандидатуру в президенты России в пользу Владимира Путина. Мы связались с ней по скайпу. Она сейчас находится в Москве. Президент дал понять, особенно в последнее время, что фокус государственной поддержки семьи с детьми будет настроен, что сегодня семья наконец-то получит системную поддержку. Еще из новостей этой недели большая пресс-конференция председателя ЦИК Татарстана Медхата Шаги Ахметова. Речь шла о новшестве для избирателей. 31 января начался прием заявлений по новому порядку. Есть возможность и подать заявление через единый госпортал. Новшество пришло на смену голосования под крепительным удостоверением. Помимо личного кабинета на портале госуслуг, заявления примут в многофункциональных центрах, а начиная с 25 февраля в любой участковой избирательной комиссии. С собой необходимо взять паспорт. Хочу поблагодарить еще раз тех, кто собрался в этом зале. Во вторник, 30 января, Владимир Путин в Москве встречался с доверенными лицами. Участниками встречи стали семь представителей из Татарстана. Эксперты-политологи нашей программы отмечают, Институт доверенных лиц приобретает огромное значение. Такое впервые. Это специфика нынешней избирательной кампании. Зрителям очень интересны детали. В части вопросов был, например, опыт республики. Вы прекрасно помните, когда было изменение законодательства, когда были отменены медицинские вытрезвители. И у нас в стране плачевная ситуация в части смертности от алкоголизма и смертности от того, что в пьяном виде люди замерзают на улицах. Понятно, это касается, это не в разрезе Татарстана цифр, да, всей страны. И в республике были наработаны определенные действия, чтобы эту систему выстроить. В штабе Владимира Путина в Казани в понедельник мы встретили Рушанью Бельгильдееву. С этого дня она координирует работу с обращениями граждан. Напомню, партия «Справедливая Россия» поддержала во движение Владимира Путина. Всего по России 11 300 человек заявилось, и 400 человек, и даже из разных регионов, к нам в Татарстан, в наш штаб. Я не мог не прийти, я дзюдоист. В пятницу в штабе стартовали собеседования с кандидатами-волонтеры. В Татарстане планируют отобрать порядка 50 помощников. Руслан Шагебеддинов, известный спортивный и общественный деятель, здесь тоже на общих основаниях. Я сам в отставке силовой, офицер силовых субкур, дзюдор занимаюсь с детства, Путин мне близок, скажем так, всей душой, всем сердцем. Юлия Манина, аспирант КФУ, говорит, решила вновь попробовать силы. Волонтером была на универсиаде в 2013 году. Для меня, как для активного гражданина нашей страны, для человека, который действительно может себя назвать патриотом, такой возможности упускать нельзя. Если все будет двигаться именно как сейчас, я думаю, что санкции и так далее имеют только информационный повод. Скорее всего, эти вещи не плюяют непосредственно на компанию, поэтому она, скорее всего, пройдет в один тур. Известный в Татарстане политолог Андрей Большаков отмечает, социологи на предстоящих выборах прогнозируют явку в 71%. Доктор политических наук приводит последние данные опросов ЦИОМ. Респондентам задавали вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы проходили в это воскресенье. Около 70% заявили, что готовы проголосовать за Владимира Путина. На втором месте в рейтинге Павел Грудинин. Его готовы поддержать 7,2% опрошенных. Интересуемся про рейтинг в разрезе Татарстана. Да, мы здесь, наверное, немногим отличаемся от других регионов, потому что у нас позиции Путина очень сильны. Но вот последние цифры, которые мы мерили в декабре 2017 года, они давали где-то 80-82%. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.